Башкира-Мещерякское войско и регулярное формирование на территории Оренбургского края, составленное из объединения Башкирского войска и Мещерякского войска, позднее также включившие в свой состав тептярские полки указанных губерний. История войска. Истоки войска относят к XVI веку, когда башкиры вошли в состав русского государства, сохранив за собой право иметь вооруженные формирования. Достоверно известно об участии башкирских конных полков в сражениях на стороне России со времен Ливонской войны. По указу о 10 апреля 1798 года башкирское и мишарское население края было переведено в военно-служилое сословие и обязывалось нести пограничную службу на восточных рубежах России. В административном отношении были созданы кантоны, тем самым была окончательно введена кантонная система управления в Башкортостане. Зауральские башкиры оказались в составе второго, третьего и четвертого кантонов. Второй кантон находился в Пермской, третьей и четвертой в Оренбургской губерниях. В 1802-1803 годах башкиры Шадринского уезда были выделены в самостоятельный третий кантон. В связи с этим изменились и порядковые номера кантонов. Бывший третий кантон стал четвертый, а бывший четвертый – пятый. Территориально делилось на 16 кантонов, в том числе 11 башкирских и 5 мещерякских. Количество и нумерации кантонов за время существования несколько раз менялось. На службу призывались в возрасте от 20 до 50 лет. От от 4 до 5 дворов поочередно выставлялся один человек. Войско участвовало в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813-1814 год. Русско-турецкой войне 1828-1829 год. Хевинском походе 1839-1840 год. Коконских походах 1852-1853 годов. Крымской войне 1853-1856 год. За смелость при защите Балтийского побережья от англо-французских десантов личному составу 1-3 башкирских полков войска была объявлена. Благодарность о многим воинам вручены медали в память войны 1853-1856 год. Крупные изменения системы кантонного управления были предприняты в 30-х годах XIX века. До 1834 года войско не имело ни войскового атамана, ни специальной канцелярии, а кантонное начальство подчинялось генерал-губернатору Оренбургского края. В августе 1834 года был определен первый командующий башкира-мещерякским войском полковник С.Т. Циолковский. Из башкирского и мишарского населения края было образовано башкира-мещерякское войско, включавшие 17 кантонов. Последние были объединены в попечительство. Башкира и мишарий 2-го и 3-го кантонов входили в 1-е, 4-го и 5-го во 2-е попечительство с центрами соответственно в Красноуфимске и Челябинске. Законом о присоединении Тептерей и Бабылей к башкира-мещерякскому войску А 22 февраля 1855 года Тептерские полки, состоящие из Тептерей и Бабылей, были включены в кантонную систему башкира-мещерякского войска. Позднее название было изменено на башкирское войско законом о именовании впредь башкира-мещерякскаго войско башкирским войском. 31 октября 1855 года на 1860 год войско охватывало территорию «Вестник императорского русского географического общества» 29 Ч. 1860 С. П. Войско упразднено по высочайше утвержденному мнению Государственного совета о передаче управления башкирами из военного в гражданское ведомство от 2 июля 1865 года, согласно положению о башкирах от 14 мая 1863 года башкиры, мишари, тептери и Бабыли были переведены в гражданское ведомство. Комплектование войска Правление башкира-мещерякского войска комплектовалось из армейских штаб-офицеров, кантонное и походное руководство из башкир, мишари и тептерей, а должностные лица башкира-мещерякского войска комплектовались из представителей башкирских и мишарских феодалов. Они назначались кантонными начальниками и утверждались генерал-губернатором. Чины войска подразделялись на действительные, классные и заурядчины. Армейские казачьи Действительные классные чины присваивались царем и военным министрам за воинские или особые заслуги. К заурядчинам относились зауряд Харунжий, зауряд Сотник, зауряд Исаул, которые присваивались генерал-губернатором. Башкира-мещерякское войско подчинялось генерал-губернатору Оренбургского края. Во главе войска стоял командующий, имевший, согласно высочайшим повелениям от 16 ноября 1850 года и 2 августа 1853 года, права начальника дивизии. По штату ему полагался помощник на таких же правах, как у начальника штаба Оренбургского казачьего войска. Командующему подчинялась канцелярия командующего Башкира-мещерякским войском, которое сначала состоялось двух столоначальников, двух их помощников, письмоводителя, двух писарей, переводчика и пяти служителей. В 1840 году в связи с ростом числа неразобранных дел штат канцелярии был увеличен. В 1855-1863 годах канцелярия находилась на временном штате. Правитель канцелярии, четыре столоначальника и четыре их помощника, четверо старших писарей, четверо младших писарей, канцелярские служащие, а также архивариус и его помощник. Казначей и его помощник, экзекутор, переводчик, канцелярии войска подчинялись в делопроизводственном отношении попечители, стряпчи, кантонные начальники башкирских кантонов, имевшие собственный штат помощников, переводчиков, писарей. В разное время канцелярии прикомандировались чиновники и офицеры для исполнения особых поручений. Канцелярия содержалась за счет войскового капитала. В случае участия башкирского войска в походах российская армия она комплектовала пятисотенные полки, которых по штатному расписанию предусматривался войсковой имам. В командный состав башкирского казачьего полка входили 30 человек. Командир полка, старшина, 5 исаулов, 5 сотников, 5 хорунжей, квартирмейстер, мола, от 1 до 2 писаря и 10 пятидесятников. Для подготовки специалистов в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе предусматривалось 30 мест для детей офицеров войска. Служба перед Отечественной войной 1812 года Оренбургская пограничная укрепленная линия проходила от реки Табоу до Каспийского моря и была разделена на 5 дистанций. От Звериноголовской крепости до Верхней Уральска, от Верхней Уральска до Орской крепости, от Орской крепости до Оренбурга, от Оренбурга до Уральска, от Уральска до Гурьева городка. Связь между крепостями поддерживали небольшие промежуточные укрепления. Редуты. Перед пограничной укрепленной линией на расстоянии от 2 до 7 верст друга от друга стояли укрепления для сторожевых отрядов. Форпосты. Каждая крепость имела несколько застав между форпостами и непрерывной линией и тянулись заграждения из березовых и леталовых прутьев. Такая пограничная пограничная служба Башкир продолжалась почти 300 лет до 1840-1850 годов, когда с присоединением Казахстана к России границы империи отодвинулись далеко на юго-восток от Башкортостана. В 1798-1849 годах башкиры ежегодно выставляли на Оренбургскую пограничную линию 5500 человек. Охрану Оренбургской линии башкирское войско несло за свой счет. Снабжение оружием, одеждой, лошадьми и съестными припасами воинов производилось в порядке. Подмоги, которая оказывалась всеми башкирами, общественная помощь оказывалась также хозяйством командированных на службу. Военная форма, какой-либо уставной формы одежды в башкирских полках до 1829 года не было. Воины носили национальные боевые костюмы, на некоторых всадниках были кольчуги. Оружием служили пики, сабли азиатского типа, фитильные ружья с сошками. У пояса воин носил колчан со стрелами и на лучи с луком. На вооружении в войске состояли пистолеты, сабли, луки, стрелы и двухметровые пики. Обмундирование служащих башкирского войска включало шапки, синие суконные мундиры или куртки, светло-синие кушаки, синие шаровары с алыми лампасами и черные сапоги. А с 1844 года фуражки с синей тульё и красным околышем с кокорды, чекмени, ремни и черные сапоги. С 1846 года ношение формы стало обязательным только в случае командирования служащих к западным и южным границам империи. В армейских казачьих войсках в результате реформ 1855 года казачьи генералы, штаб и обер-офицеры башкирского войска носили следующую форму одежды. Полу-кафтан белый с синим бешметом остается, но на воротнике бешмета и по краю рукавов полу-кафтана для означения чинов нашит серебряный галун. У генералов широкий, у ШТ офицеров узкий, у АП офицеров галунная нашивка остается какой и была. Вместо ипполет красные суконные погоны с галунами. По чинам, ипполет и чекмень отменены, кантоны и численность войска. В 1798-1803 годах было 11 башкирских кантонов и 5 мещерякских кантонов. Башкирские кантоны территориально были расположены в следующих районах. Первый в Пермском и Осинском уездах, второй в Екатеринбургском и Шадринском уездах Пермской губернии, Третий в Троицком уезде, четвертый в Челебинском, пятый в Бирском, шестой в Верхнеуральском, седьмой в Уфимском, восьмой в Стерли-Тамакском, девятый в Оренбургском, десятый в Бугульминском и одиннадцатый в Мензелинском уезде Оренбургской губернии. В 1803 году был образован еще один башкирский кантон путем выделения в самостоятельную административную единицу башкир-шадринского уезда и их стало 12. В 1832 году четвертый кантон, расположенный в Троицком уезде, был подразделен на Загорный и четвертый западный в Челебинском уезде находился пятый в Верхнеуральском, шестой в Уфимском, седьмой в Стерли-Тамакском, восьмой в Оренбургском, девятый в Бирском, десятый в Мензелинском, Елабужском, Сарапульском, одиннадцатый в Бугульминском и Белебеевском уездах. 12.1847 году четвертый западный кантон в Троицком уезде переименован в пятый кантон. Существующий до этого пятый кантон соответственно получил порядковый номер 6, а шестой становится 7, 7, 8 и т.д. Таким образом, в 1832-1847 годах в Башкира-Мещерякском войске были два кантона под одним и тем же номером. С 1847 по 1855 год Башкиры имели 13, а Мишари – 4. В период с 1855 по 1863 год и с присоединением к башкирскому войску Тептерей и Бабелей количество кантонов доходило до 28. В 1863-1865 годах все 28 кантонов были сведены в 11 кантонов по уездному принципу, поэтому кантоны имели и номера и уездное название. Первый кантон назывался Оренбургским, второй – Верхнеуральским, третий – Троицким, четвертый – Челябинским, пятый – Красноуфимским, шестой – Бирским, седьмой – Мензелинским, восьмой – Бугурусланским, девятый – Белебеевским, десятый – Уфимским и одиннадцатый – Стерли-Тамакским. В 1856 году башкирское войско было разделено на 28 кантонов. В 1863-1865 годах все 28 кантонов вновь были сведены в 11 кантонов по уездному принципу. В 1850 году население башкира Мещерякского войска составило 546 тысяч башкир и мишарей, при этом башкиры составляли 83% от их общего числа. В 1855 году в состав башкира Мещерякского войска были включены 266 тысяч тептерей и бабылей. В 1858 году население войска составило 834 тысячи человек. Численность населения в башкира Мещерякском войске под девятой ревизией. Командующий войском – полковник. С 1838 года генерал-майор С.–. Циолковский. Подполковник. С 1843 года полковник Н.В. Балкашин. Полковник. С 1846 года генерал-майор Г.В. Жуковский. Полковник. Н.П. Беклемишев, генерал-майор А.Середа, полковник графа Толстый, генерал-майор Н.В. Балкашин, подполковник А.Толмачев, генерал-майор с мая 1856 года, генерал-лейтенант Н.В. Балкашин, полковник Х.Х. Рейтерн, полковник А.М. Сенберин, генерал-майор Н.К.Т. Ревников, полковник А.П. Богуславский.